Мама, мама, меня люди посадили в машину, меня спрашивали, меня расспрашивали. С этого видео, где женщина обвиняет кого-то в похищении ребенка, и началось бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях проблемой киднейпинга. А было ли похищение? Давайте восстановим хронологию событий и сделаем свои выводы. Две недели назад я своего сына заводила в больницу без единого документа, без паспорта, без свидетельства о рождении. Его оформили по праву на медицинскую помощь. Соответственно, никаких персональных данных я там не давала. Естественно, априори передача персональных данных там не обязательно и не существует, в плане того, что я не подписала вообще ни один документ, от слова совсем. В связи с тем, что лечащий врач, ФИО я потом зачитаю, обязала меня подписать информированное добровольное согласие на то, что Максиму по показанию врача проглотить нужно вот эту вот зонду, чтобы проверить желудок. Я поняла, что у ребенка уже были улучшения. Собственно, там ему делали только магнит. И получилось так, что, естественно, после того, как они меня терроризировали, грубо говоря, принуждали к этому подписанию данного информированного согласия, у меня есть видеопротокол, на два часа мы вызывали полицию, то есть там была тоже определенная ситуация. Они сказали, вы не можете пройти эту процедуру без подписания данного соглашения. Естественно, я дитя забрала, а смысл ему там лежать? Итак, женщина, у которой есть предвзятые отношения к органам государственной власти и государственным институтам, ну, она им просто не доверяет в какой-то степени, решила полечить своего сына. Но предоставлять документы на ребенка, в принципе, как и свои, она отказалась. По ее же словам, сына она недолечила, поскольку ей показалось, ну, она, наверное, врач, что ему стало уже гораздо лучше, и он уже здоров. Вопреки рекомендациям врача, она его забирает из нашей Балаковской городской больницы. Забирается скандалом. Каким скандалом? Два часа она отвлекает лечащего врача на свои пересуды, то есть рабочее время, в которое врач мог бы оказывать медицинскую помощь другим пациентам, она должна уделить, по словам же самой женщине, ей, поскольку она просто не предоставляет документы. Ну, а как врач должен удостовериться, что вообще ребенок ее, если она не предоставила ни одни персональные данные, в том числе ни метрику ребенка, ни документы на то, что она является матерью? Эта женщина вызвала там полицию, был целый скандал, что подтверждает кулуарно врачи, и в итоге с больницы она его забирает. А здоров ли вообще ребенок? И какой вывод напрашивается тут? У нее проблема с государством. В ее мозгу, скорее всего. Только в ее мозгу. А то бишь, по ее словам, с персональными данными, которые она не хочет передавать. А почему здесь должен страдать ребенок? В чем он виноват? В том, что мама не хочет показывать свои паспортные данные, или данные своего ребенка, а у ребенка больной желудок, как мы понимаем. В итоге, что нам говорят врачи? В случаях, когда пациенты поступают, дети именно несовершеннолетние и взрослые, если нужно процедуру какую-то, манипуляцию, исследование проводить по жизненным показаниям, то есть экстренная манипуляция, то мы проводим решением консилиума. То есть собираются три боли врачей, и решением консилиума определяют, что есть экстренные показания для проведения того или иного обследования. При необходимости плановых всех манипуляций, будь то инъекции, будь то фиброгастроденскопии, колонскопии, то есть любые манипуляции, они обязательно проводят согласие родителей, то есть согласие законного представителя. К сожалению, такие случаи мы видим несколько раз в год, то есть мы в обязательном порядке сообщаем правоохранительные органы. Ну а теперь перейдем непосредственно к самому похищению. Мой ребенок после уроков вбегает просто в дверь, ломится и кричит, «Мама, мама, открой!» Я открываю дверь. Некое лицо неизвестной породы, я не знаю, кто это, стала запихиваться вместе с моим ребенком в дверь и кричала «Опека, опека, опека!» Я, естественно, ее оттолкнула, мне как бы услугу опеки я не заказывала, доп.услуга мне неинтересная. Естественно, человек был в черном, дед, пуховике. Естественно, я частично отодвинула ее от своего сына, потому что она всячески телом налегала на моего ребенка достаточно сильно. То есть мне пришлось, собственно, немножечко, так скажем, коснуться ее, чтобы своего ребенка запустить домой, на свою территорию, закрыть дверь. Соответственно, я дверь закрыла. Просто удивительный, согласитесь, рассказ. Сейчас кто-то опасный в черном пуховике наваливается на сына этой женщины. Очень опасный просто совершенно человек. Любой в черном пуховике наверняка опасен. Вот. Наваливается просто на сына. И она, по ее словам, тихонечко толкает вот этого вот очень опасного, неизвестного. Какой породы, как она говорит, человека, а может быть, не человека, я не знаю, можно ли разе слово породу, не попахивает ли тут нацизмом вот этого опасного в черном пуховике, тихонечко толкает. Вам не кажется, что здесь кто-то что-то приврал? Давайте послушаем представителей опеки. 12 декабря 2023 года я совместно с заместителем председателя комиссии предсовершеннолетних администрации Блоковского муниципального района Олеся Юрьевна и Лунгой, также с двумя представителями со седьмой школы мы выехали в семью, по которой нам пришло сообщение с Блоковской городской клинической больницы о том, что мама, нарушая права несовершеннолетних своего ребенка, не облечивает его. То есть ребенок там пролежал буквально три дня, я написала расписку и ушла под расписку. Так как погодные условия были, было холодно, был мороз, я спросила мальчика о том, что может ли он с нами проехать на нашей служебной машине. Он сказал, что я не против, я могу с вами проехать. То есть мы все сели в машину, проехали до места проживания, где он проживает с мамой. Это недалеко, это рядом со школой они проживают, да. Затем мы все вместе поднялись по лестнице, при этом мальчик ускорил шаг и от меня он как бы начал убегать. Я за ним ускорила шаг, то есть я как бы получается подхожу к двери квартиры, он начинает стучать в квартиру, кричать о том, что, ну не то, что кричать, ну как бы на повышенных тонах, там мама, открой, за мной бегут какие-то неизвестные женщины. Мама открывает дверь, тут же мальчик вбегает в квартиру, я успела только сказать, что здравствуйте, органы опеки. При этом мама начала на меня кричать, что я в квартиру никого пускать не буду, все уходите. Меня начала она толкать, тут же она мне начала по руке бить, схватила как бы я за грудь, на окно же мне ударила подбородку, то есть и тут при этом закрывает дверь. Похоже на тихонечко толкнуло. Вот мое субъективное, наверное, не только мое мнение, многие люди высказали в комментариях по этому поводу, что ребенок просто, ну как сказать, был накачан этими бреднями, глупостями, которые мама внедряет в его мозг. И чтобы угодить маме, он и вот изобразил такую сценку, то есть побежал там по лестнице, но при этом-то никто его не похищал, никто его не удерживал со слов самого ребенка, хотя мать и пытается обострить ситуацию. Давайте посмотрим. Тут побежал мой одноклассник Матвей, на выходе уже к воротам шел, да, из школы, здания школы вышел. В общем, он сказал, тебя там учителя зовут, я пошел, зашел, меня провели до конета директора, там я зашел, там была опека. Сколько человек? Было два человека, потом еще пришел третий руководитель классный, потом зашел директор, там меня спрашивал про живот. Тебя в какой момент придерживали за капюшон, тебе показалось? В какой момент? Как только мы вышли из машины. У тебя были такие ощущения? Ну да, у меня были ощущения, как будто мы меня взяли за капюшон, но они, похоже, оказались ложными. То есть ребенок был при директоре в самой школе. Там же находился его классный руководитель, которого он прекрасно знает. Ему представили представители органов опеки и полиции. Ничто ему на тот момент не угрожало, и он находился в дружественной среде, в обычной. В машине его никто насильно не сажал, об этом и говорит сам ребенок. То есть никто его не заталкивал, не удерживал и так далее. Органы опеки, по словам самого ребенка, спрашивали его про его здоровье. И беспокойство учителя, директора школы и самих представителей опеки можно понять. Потому что данные эти, как мы уже помним, поступили из городской больницы в школу, где обучается ребенок. И это беспокойство, как учителей, представителей школы, так и органов опеки можно понять. И вот еще почему. От представителей школы было сказано, что она им также неоднократно, они посещали эту семью, она им дверь не открывает, на телефон и звонки она никак не реагирует. То есть она трубки не берет, не перезванивает. Либо у нее телефон недоступен. То есть возможности у них попасть к ней в квартиру не было никак. В своих заблуждениях мама данного ребенка дошла вот до чего. Так как мама забрала все учебники у ребенка, то есть ребенок посещает школу без школьных учебников, без тетрадей. То есть мама запрещает по сегодняшней и нынешней программе ребенку обучаться. Она настаивает, чтобы это была СССР-овская программа. То есть она почему-то как бы вот, ну не верит этой программе, что ли, я там не знаю, как бы считает, что это, не знаю, какие мне там домыслы у мамы. Опять, как говорят представители школы, что ребенок, он способен обучаться. То есть у него есть способности, то есть он хорошо осваивает программу. Но так как нет учебников, нет тетрадей, ему приходится писать там на каких-то бумагах, подглядывать к соседу по парте в учебник. Тем не менее, ребенок посещает, но опять-таки со слов представителей школы, что ребенок может пропускать занятия без уважительной причины. Ребенок также жалуется очень часто вот на состояние здоровья, на состояние здоровья в плане того, что у него часто болит живот. Его отпускают учитель с уроков. Ну, а продолжение истории после того, как начитанная мама слегка толкнула представителя органа опеки, было такое. Предприняли несколько попыток ей достучаться до мамы, чтобы она нам дверь открыла. Ну, попытки были тщетны, то есть дверь нам никто не открыл. Мы постояли минут 10 у двери, здесь какой-то поднялся мужчина, неизвестный. Он нам начал, значит, задавать вопросы. Лицо было закрыто, лицо было закрыто, то есть было, как бы, джемпер, вот, натянутый. Да. Мы все представились, да. Инспектор в главе совершеннолетних показал ему служебное удостоверение, представилось. Затем я показала свое служебное удостоверение, представила. Затем Олеся Юрьевна представилась, показала удостоверение. На что он начал нам задавать вопросы. А для чего мы похитили ребенка? То есть, данные этой квартиры? То есть, с какой целью мы его похищали? Я с ним старалась не разговаривать. И, как бы, мы все старались с ним разговаривать, потому что посторонние мужчины, как бы мы с ним, ну, потом, как бы, ему что-то какие-то объяснения давать. Затем он начал нам говорить, что сейчас приедет еще какая-то другая полиция, он вызовет. На что ему инспектор в главе совершеннолетних сказал, что зачем вызывать полицию, когда я уже на месте. Ну, это вроде вы, а сейчас вызовут другую полицию. Сейчас я еще вызову юриста и адвоката. И вот в сообществе, в котором стоит мама этого ребенка, есть и свои торпеды, как мы видим, которые пришли решать вопросы в балаклавах. Нарушение в данной ситуации о том, что мне навязывается, меня принуждают к дополнительной услуге. Поэтому на данный момент я буду обращаться в органы соответствующие, писать, заявлять и, соответственно, выводить это на административный штраф. Налицо проблема этих вот таковых родителей, которые что-то требуют от государства, от государственных институтов, но при этом сами ничего давать не хотят. Посмотрите, что происходит в итоге. Дети, это понятно, это пластилин, это то, что мы лепим из них. Это воспитывает их школа, воспитывает социальный институт, и воспитывает родители прежде всего. Кого воспитает эта мать? Соответственно, ребенок не социализируется, он не знает, что такое стандартная система сейчас образования. То есть, как он будет сдавать экзамены? Элементарно. Хорошие ли они, плохие, это обсуждаемая тема. Но вопрос ему жить в этой жизни, как он скажет в свое совершеннолетие своей матери, как она его воспитала, если она ему не дала ничего. То есть, она не заботится о его здоровье, как мы видим, из ее же рассказа. То есть, ей показалось, что он там выздоровел, и она его забрала. Ну, она же не врач, правильно? Вот. И врачи тоже беспокоятся об этом ребенке, потому что, ну, не знает его дальнейшую судьбу. Соответственно, передают данные там в полицию. И эти родители требуют, вот такие родители, требуют от нашего государства все. Там, допустим, там, какие-то субсидии, там, да, преференции, все, что им положено там по конституции и закону. Но ничего обратно они отдавать не хотят. Они хотят устраивать цирк какой-то. Вот цирк они и получили. И поэтому я вот хочу обратить внимание, чтобы наши органы правопорядка, в том числе и Федеральная служба безопасности, пристальнее присмотрелась к таким объединениям граждан и провела хотя бы элементарную беседу. Ведь у нас одни такие сумасшедшие были, которые не признавали существование Российской Федерации. думали, что они до сих пор живут в СССР и пытались там расплачиваться советскими деньгами. Прецедент был внимательней, присмотритесь.